Всем привет, дорогие друзья! С вами Азоныч. Такое впечатление, что я нахожусь где-то в деревне, вот честно. Деревня. Елочка здесь уже начинает расти. Если вы посмотрите, как будто деревня. В основном, это где-то в Подмосковье такое вот есть. Ну то, что все накидано вот так вот. Какая-то непонятная лестница, которая идет непонятно куда. Наверное, чтобы с первого этажа спускаться с бухлом. Вот. Полицейские ходят, курсанты. Ну и здесь как бы видно, что снега много, елочки. Вот. Нормально. Такие ступеньки, знаете, советские. Как будто и дом такой, да? Как будто вот где-то в каком-то маленьком городке находишься. Такой небольшой городок. Ну вот. Интересно, да? Ну, на самом деле, это Москва. Снега много, конечно, да. Ну вот. Хормушку повесили. Молодцы. Всех с наступающим, кстати, да? Я, наверное, уже сто раз говорил. Кстати, осторожно ходить, потому что, видите, он, как он называется, может падать. А это сосульки и фигурки могут так шлепнуться, что, мало ли, покажется. Да и скользкая иногда. Скользкая лавочка. Хорошая, так лавочка, согласитесь, да? Вот. Помойка есть. Найс. Ну, в основном какие-то советские лавочки. А здесь вот такая, знаете, настоящая лавочка, только непонятно в каком стиле. Вот. Куда я забрел, непонятно куда, да? А-а-а-а. От ветра. У меня, кстати, без перчаток. Без перчаток холодно. Вот. У меня есть перчатка, я сейчас ее надену, наверное. Так все нормально. Мы туда дальше идем, нам надо обойти это. Как я понял, везде такси, везде машины. Блин, куда идти непонятно. Ну, я туда пойду, там есть проход. Да, как будто, знаете, мелкий городок. Эй, Степан, я куда приехал? В Томск? Или там какой-то Омск? А может быть, в Москву. Нет, Москва, да. К сожалению, вот некоторые районы есть, которые похожи, как вот некоторые живут-то, например, на других городах, городах России. Я, конечно, у некоторых был, приезжал, но... Вот. Давай туда возьмем. Да, что-то прохладно. Я одену перчатки. О-е-е. Найс. Вот так вот. Не, без перчаток, конечно, сейчас на улице, я не знаю, но градусов 16, может быть, больше. Турнички. Вот. И едут доставкой заниматься. Вот. Там настоящий доставщики на велосипедах. Видите, ездит ничего. Ну, сейчас снег. Ну, молодцы. Ну, но. Апартамент что-то какие-то. То есть, нормально. Идем, ходим. Вот. Вот. Ёлка-ёлка. Уже, наверное, большинство думает, что купить. Вот я, например, буду виски, наверное, пить. Все-таки вино. Я не разбираюсь. Виски... Не знаю пока еще какие купить. Макалон сейчас дорогие. Да и как-то 3000 платить. С одной стороны, не хочется мне за Макалон, понимаете. Все-таки это как-то дорого. Да и смысл зачем. Вот. Я уже их пил. Чего-то хочется другое. Блин. Извиняюсь, да. Такое здание, да? Да. Вот. И возьму все-таки другие виски. Такие какие-то, знаете, чтобы можно было... Как бы он здесь шлагбаумы ставит. Шлагбаум не работает. То есть, он не работает. Ну, вот так вот, видите. Ну, пройти можно. Вот. А здесь, видите, поставили эту штуку, чтобы там не ходили, потому что может упасть от штука. Они сейчас везде жесткие. Да. Ну, такие сосульки, когда висят, если такая бандура упадет, видите, да, мол, не покажется. Так что старайтесь ходить осторожнее, да. И снега навалило, но я думаю, что... Ну, сейчас везде вот эти висят. Типа, не ходи туда-сюда осторожно, около домов ходи. Вот. Так что виски, кто-то будет шампанское, кто-то не пьет. Да, я понимаю, ребят, мужики, кто-то из вас, может, не пьет. Ну, действительно, есть такие. Ну, есть, поверьте. У меня знакомый есть, который не пьет вообще. Ну, там, может быть, сок варит. В Новый год там знакомый друг, знакомый, да, как угодно называйте. Вот. Хотя друг и знакомый, это разные вещи. Кормушка подарочная. Вдяля налепили. Молодцы. Вот. Вот. Сколько снега. Так, я, кажется, обходить надо туда-сюда. Вот. А что некоторые не пьют, некоторые пьют, это нормально. Как говорится. Good night. Вот. Так, мы что-то туда пройдем? Пройдем. Да, да. Нормально. Тоже с лобауна стоят. Mini Market. Отлично. Ух, зима. Всего до Нового года стало буквально несколько дней, дорогие друзья. Несколько дней. Не знаю, как молодежь в кроссовку ходит. Вот честно, как она в кроссовку ходит. Потому что в кроссовку ходить холодно. Ты в кроссовках так не погуляешь по. Ну, ладно, без носок там. Да. Вот. Нам надо туда пройти как-то. Да, 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 да. Отлично. Так что с наступающим скорой. Новый год. Новый год. Друзья, шампанское и вино. А может пиво. А может быть и виски. Кто-то скажет, что у кого-то даже не будет никаких денег. И кто-то не сможет, например, купить, да, вот такие люди говорят, что мы не можем купить себе. Ну, не знаю. Купить всегда можно. Вот. Ну, конечно, виски дорогие. А вот, знаете, представьте, я могу купить за 3000 виски. Но Макалом я уже пил. Я не хочу пить. Да, хорошие виски не говорю. Что они плохие. Они неплохие, хорошие. На вкус и цвет. Понятно. Так что, да. Ну, я купил себе виски, потому что с мясом там, с фруктами, как угодно. Кто холодец купит, да, там кто оливье сделает. Новогодний стол всегда будет. Семья большая, тем более, хорошо. Вот. Отлично. Так что вот такие вот делишки. А мы с вами идем дальше. Дальше бродим. Вот. Люди, конечно, смотрят, как будто я первый раз видят. Но у нас страна такая. Здесь люди до сих пор еще смотрят, что ты вообще... Что люди ходят вообще. Вот. Так что... Корея, как ни странно, не обращает на тебя внимание, что ты снимаешь даже в наглую или не в наглую. А здесь, к сожалению, так. Вот. Ну, ладно, пойдем дальше. Район Москвы такой. Эх, хорошо. Прохладненько так, знаете. Но терпимо. Еее. Занимать спортом. Вы знаете, я могу вам сказать, что было время, когда... Это насчет денег. Когда не было денег и, например, просто было... Да и не про 90-е, там, когда у кого-то там нет. Да, вообще, вот были такие времена и... И лишний раз ничего не можешь купить. Вот. Прикольно. Машина такая интересная. Как, знаете, Урал, что ли, что ли? Изов. Такая прям... Четкая ЗИЛ. Урал. Я вот забыл. ЗИЛ. О, ЗИЛ. Такое, да? Полевая кухня типа Е. А мы туда едем. Надо туда дальше пройти. Гуднайс. Пошли. Веб-арена. Стадион, как угодно называете. Веб-арена. Москва. Стадион ЦСКА. Или как там? Трибуна. Вот. Так, ну что. Пойдемте дальше. Е. Найс. Такой стадион, но мы не на стадион идем. Ух, не готовы, да? Хоп. Е. А вот здесь вот тропинка. Тропинка идет сюда. Только вот пролезу я через эту штуку-то или нет? Нет, я не пролезу. Я не такой дрыщ. Хотя, может, пролезу, но без куртки. Вот. Но, извините, я не челкарь. Вот. Так что не смогу пролезть. Но. Попытался. Да не, ну. Может и пролезу, но плечи у меня, извините, никакого. А вот там, да? Там, извините, вот такое. Вот. Пойдем дальше. Дальше, дальше, дальше. Ну, люди ходят всякие, вот видите. Да. Маслом еще обмазываться, чтобы там пролезть. Итак, мы с вами торговый центр «Авиапарк». Посмотрим, что это за торговый центр. Разберем его полностью. Ну, не в прямом смысле этого слова, а сами понимаете. Покажу я вам, что там продается, что не продается. Вот так надо, водичка, значит, зимой. Она замерзла. Какие-то бутики непонятные. Оби. Окей, оби. Но это строительный магазин. Вот. Где кантика, я не пойму. Кантика нет. Так, ну что. Довольно большой торговый центр с виду. Как они в основном все-таки и строят, знаете, мандуры. Вот. Так что я сейчас туда пойду, и мы с вами разберем его. Ну, не в прямом смысле этого слова. А посмотрим, как, что там продается и так далее. Такой вот интересный дом. В офис, наверное, не поймешь, что это. И снега довольно немало. Ну что. Гоу. Гоу. Продолжение следует...